Сегодня на нашей телевизионной кухне мы готовим безглютеновые вафли, ну а заодно и расскажем о вреде глютена и о пользе продуктов, которые без него. Итак, Катя, из чего будут наши сладости? Сегодня мы будем делать вафли из муки зеленых бананов. У муки подобная консистенция, как у пшеничной, но она не содержит глютен. Благодаря этому люди, которые следят за своей микрофлорой в кишечнике, могут спокойно использовать ее. Также плюс такой муки, что ее меньше надо, плюс она менее калорийная. Нам понадобится мука и зеленые бананов, 3 яйца, соль, разрыхлитель, сироп топинамбура, яблочный уксус и вода. Мы начнем с того, что сухие ингредиенты мы будем замешивать в одной чашке, мокрые, влажные ингредиенты в другой. Здесь замешиваем воду, яйца, сироп топинамбура и уксус. А здесь я делаю муку. Мы берем по 1-2 стакана и муки, и воды, чайную ложку топинамбура, пол чайной ложки уксуса, ну и тут по щепотке. Чайную ложечку добавляем, да? Чайную ложечку и целую столовую ложку сиропа топинамбура. Мне нужно полстакана муки. Здесь мы перемешиваем полстакана муки и пол чайной ложки разрыхлителя, и щепотка соли. Итак, что такое глютен и почему все против него ополчились? Глютен – это пшеничный белок, и есть заболевания, непереносимость пшеничного белка. Но обычно люди, которые этим заболеванием страдают, они об этом знают с самого раннего детства. Чем же глютен не полезен всем остальным людям? Тем, что он влияет на микрофлору наших внутренних органов. А насколько известно, именно с правильной микрофлоры, желудка и кишечника начинается наше здоровье. Здоровая кожа, здоровые волосы, ну и, в принципе, иммунитет и способность организма сопротивляться вирусам и бактериям. Вообще, конечно, когда часто какой-то продукт готовишь, то уже понимаешь нюансы, да, сколько нужно. В брендах разбираешься, какую лучше соль покрупнее. Ну тут на самой пачке написано, что для рецептов, где требуется 100 грамм муки, именно банановой, нужно 70-75 грамм, соответственно, чуть меньше. И еще практика показывает, что тесто, даже жидкое тесто для... Вафель. Для вафель, да, его лучше завести, а потом, ну... Постоять. Хотя минут 5 постоять. Я вот ни разу не пробовала банановую муку, но вкус она имеет, привкус банана? Или, по сути дела, это что-то такое же нейтральное, как мука? Ну, запах банана точно есть, поэтому я думаю, что немножечко должно быть. После того, как тесто постояло у нас несколько минут, надо проверить, чтобы оно у нас было такой вот консистенции. Сметанки. Да. Конечно же, готовим мы на топленом масле. Ой, наша вафельница уже разогрелась. Смазываем. Ой, моя вафельница уже разогрелась. Для вкуса и сервировки у нас сегодня киви и банан. А вообще, эти вафли, даже вот с одной ложкой сиропа топинамбура, они получаются достаточно нейтральные, поэтому их можно также подавать и со слабосоленым лососем, и с крем-сыром, вялеными томатами. То есть делать не только их десертными, но и солеными. Так. 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 Так.